Всем привет! Птицы наполняют нашу жизнь. Мы с ними сталкиваемся каждый день. Ну а первой птица мало кто знает. Да я и сам мало что знал, пока не поковырялся в сети интернет. Археоптерикс. Его считают самой первой птицей, однако хозяевами небес все равно были птерозавры, двоюродные братья динозавров. Это единственная птица, у которой были когти на концах перьев. Останки Археоптерикса детально исследовались в течение нескольких лет. Позже было обнаружено еще несколько подобных экземпляров. Вторая находка была сделана в 1861 году, через год после первой. Сейчас в распоряжении исследователей находятся семь скелетов и перо Археоптерикса, считающиеся одними из самых ценных окаменелостей. Он любил, как и все нынешние птицы, полакомиться червями, насекомыми и маленькими ящерицами. Вот только он не клевал пищу, а направлял ее своими крыльями в рот. С момента своего открытия Археоптерикс стал предметом пристального внимания. Ученые пришли к выводу о его худшей по сравнению с большинством современных птиц маневренности, а также неспособности к медленному полету. Скелет демонстрирует особенности строения, присущие как птицам, так и рептилиям. Прежде всего, у Археоптерикса были отсутствующие у современных птиц длинный костистый хвост и зубы. Но, с другой стороны, у него имелись легкие кости, цепкие когти, характерная образованная ключицами вилочка и, наконец, настоящие перья, покрывающие тело. А пахало крупных маховых перьев были асимметричными, как у современных птиц. Несколько перьев Археоптерикса позволяют палеонтологам считать его переходной формой от динозавров к птицам. На передних конечностях находились три пальца на каждом крыле, которые заканчивались острыми когтями. Реконструкция летательных мышц Археоптерикса показывает, что они обеспечивали мощный размах крыльев и активный полет, а асимметричная форма перьев, свидетельствует о хорошей приспособленности к такому полету с точки зрения аэродинамики. Однако неспособность летать медленно затрудняла прежде всего взлет и посадку. Несомненно, он хорошо планировал. Последние исследования позволяют сделать вывод, что его мышцы были приспособлены к активному полету, и ему не требовалось начинать полет с обрыва или другой высокой точки. Спасибо за просмотр.